Добрый день всем, кто покупает на Алиэкспрессе. У меня сегодня здесь прямо какой-то восточный базар. И на фоне всех этих шалей и платков, где-то там вдалеке, очень красивый флакончик для духов. Вот о них и будет сейчас рассказ. Вернее, рассказ будет об одном платке, об одной шале, на которой написано 100% пашмина. И вот для того, чтобы понять, вранье это или не вранье, я достала все пашмины, которые у меня дома существуют. И сейчас сидела, сравнивала, качество, но это совершенно бесполезное занятие, потому что все они очень разные на ощупь. Не понять совершенно. Поэтому, ну, пашмина и пашмина. Поверим, что это так и есть. Что это такой супернатурпродукт из натуральной там какой-то шерсти. Вот, чуть ли не выщипанный с брюшка новорожденных ягнят. Я помню, что было какое-то описание этой пашмины, что это на самом деле какая-то очень тонкая-тонкая качественная натуральная шерсть. Понравилась расцветка, хотя, как и было написано, она ярче. На сайте очень красивые нежные тона. Она была такая нежно-бледно-оранжевая. Здесь она ярко-оранжевая. Но, в общем, я не против. Я к этому была готова, потому что к оранжевому цвету осенью на всякие бежевые и коричневые пальто я отношусь страшно положительно. Поэтому это учитывайте. Я буду оставлять ссылочки. Там невероятнейшее разнообразие красивейших расцветок. Пепельные розы, там серые. В общем, как-то я думаю, что, может быть, я даже еще какой-то закажу. Единственный минус, что мне в нем не очень понравилось. Здесь, если, например, взять вот этот, тоже такой пашминистый шарф, у него четко на какую сторону не поверни, все равно вторая сторона выглядит так, как если бы она была лицевая. То есть можно и так, и так. И если они как-то перекрещиваются там друг с другом, все равно выглядит декоративно и красиво. Потому что на одной стороне темный рисунок на светлом фоне, а на другой светлый рисунок на темном. Здесь же немножко ситуация иная. Здесь, как бы, ну, скажем так, видно левая сторона и видно правая сторона. Правая сторона у нас достаточно красивая такая. Здесь тоже идет рисунок очень приятный. Немножко золотой, серебристой нитью, но такой, не слишком безумно блескучий. Дальше идет сам красивый оранжевый шарф. Но если мы где-то, завязывая на шее, перевернем, то вот эта оборотная сторона, она как-то выглядит конкретно такой левой стороной. Поэтому придется все время следить за тем, чтобы он был как-то завязан, как-то не было видно этой второй его оборотной изнаночной стороны. Хотя вот там, где, скажем, золотое, где золотинки все эти, в общем-то, тоже смотрится неплохо. Если вот не видеть этого, а видеть только эту сторону, то, может быть, можно вообще использовать как более такой бледный вариант, не такой яркий. Так что беру свои слова обратно. В принципе, нормально. Такое, где там-сям немножко торчат ниточки, как это водится, и бросили это все в почтовый ящик. Так что хорошо, что все-таки дошло. По качеству шелковистые. Вот здесь и нет в составе шелка, но он именно, когда ты трогаешь его руками, создается ощущение какой-то такой повышенной гладкости и шелковистости. Вот этот, например, он и есть. В составе у него есть шелк и пашмины, и он более, скажем так, шерстистый, мохнатый. Говорит ли это о том, что здесь какая-то доля есть химии или чего-то, довольно сложно сказать. Плюсы, еще нету никакого запаха абсолютно, даже близко. Даже если тут уткнуться носом, что, наверное, хорошо. Минусы. Где-то обнаружила какое-то вот такое маленькое пятнышко непонятного происхождения. Вот, может быть, конечно, полностью на всем шарфе это не будет заметно, но как-то немножко хотелось бы без таких накладок. Он довольно длинный. Длинный он, наверное, где-то 170 примерно. И ширина у него вот такая вот. Где-то, я думаю, что здесь сантиметров 60-70. То есть можно накинуть на плечи, можно обмотать как шарф вокруг горла. Достаточно такой тонкий, легкий и, на мой взгляд, очень красивый. Я говорю, там просто посмотрите, там безумное количество расцветок красивейших. То есть если кому-то подобные вот изделия нравятся, то... Ну и не самая страшная цена для 100% пашмины. Хорошо. Так, оставляем все это. И переходим к красоте. К красоте. Была у меня мысль подождать, пока придут остальные флакончики, потому что я заказала их, по-моему, три варианта. Все будут разные, но вот этот такой старинно-винтажный. Он откручивается. И здесь вот такая вот палочка стеклянная. Стеклянный такой очень красивый колпачок. Сам флакончик, по-моему, я сейчас не помню. Это нужно смотреть на страничке заказа. Сколько было миллилитров, но, возможно, где-то... Ой, 10-15 миллилитров, возможно. Да что ж такое. Так, одной рукой неудобно. Кстати, снизу у него наклеена такая ворсистая кусочек бархата, поэтому он, в общем-то, должен стоять достаточно хорошо, не скользить. Ну, как любой парфюмоньяк, рано или поздно он переходит и на флаконы, и на какие-то еще другие вещи, которые имеют отношение к парфюмам. И там, на том сайте вы найдете, кстати, загляните в магазинчик, там достаточно много именно магазинчик таких флаконов для духов. Многие есть современные, но есть несколько таких интересных, старинных. Этот был один из наиболее, как мне показалось, таких достойных представителей, потому что там есть просто очень маленькие по размеру на 4-5 миллилитров. То есть, когда смотришь на фотографии, они кажутся, что думают, что вот они придут такой же величины. Но нет, они очень маленькие, поэтому обязательно обращайте внимание на вот эти миллилитры. Ну, конечно, все прекрасно тут, все на месте, ничего нигде не потерялось. Упакован был просто в невероятное количество различных и пузырчатых полиэтиленов, и каких-то еще упаковочек, и коробочек. В общем, в конечном итоге можно было в футбол играть этим, и ничего бы с ним не случилось. То есть, за упаковку, конечно, там можно поставить 100 с плюсом. Вот. Ну, что еще можно сказать про него? Ну, просто восторг и восторг. Не знаю, что туда налить. Туда надо какие-то безумно сильные духи, такие что-то типа, может быть, как в масле, или какие-то вот восточные. Надеюсь, у меня когда-нибудь такие появятся, и тогда они займутся своим местом в этом красивом флакончике. Он прелестный совершенно. Поизучайте, посмотрите. Магазинчик. Там действительно емкости для духов просто уникальные. По-своему есть. Оставляю ссылочки. Всего хорошего. Удачных вам покупочек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...